Всем привет! Несмотря на лечение и борьбу со страшным диагнозом, увы, победить рак удается не всем. Предлагаем вспомнить несколько знаменитостей, которых болезнь забрала в самом расцвете сил. 10 февраля 2022 года мир потерял одну из восхитительных актрис Евгению Брик, которой было всего 40 лет. Известно, что Евгения, узнав о своем страшном диагнозе онкологии, справлялась с тяжелой болезнью, скрывая это от публичного внимания. Евгения вместе со своим супругом, режиссером Валерием Тодоровским и дочкой Зои, проживала в Лос-Анджелесе, появляясь в Москве лишь на съемках. Она не была частым гостем на светских мероприятиях и церемониях, предпочитая оставаться вдали от огласки. Уход Евгении Брик был ударом для многих друзей-поклонников, но она останется в памяти как красивая актриса и сильная женщина, которая вела свою борьбу со страшной болезнью с достоинством и силой духа. В возрасте 69 лет ушел из жизни выдающийся писатель и сатирик Михаил Задорнов. За год до ухода артист сообщил о своем заболевании – опухоли головного мозга. Впоследствии, после приступа на одном из своих концертов, Задорнов был госпитализирован. И после этого Михаил отменил все свои выступления, чтобы сосредоточиться на лечении. На протяжении начального этапа борьбы с болезнью Задорнов проходил химиотерапию в Европе. Через некоторое время он завершил курс лечения, так как процедуры оказались слишком изнурительными и не приносили ожидаемых результатов. В этот период Задорнов перестал давать интервью и отвечать на вопросы своих многочисленных поклонников в социальных сетях и уехал на родину в Юрмалу. Друзья и коллеги Михаила остались в шоке от утраты. Им до сих пор сложно поверить в то, что больше нет этого выдающегося человека. Литературное наследие Задорнова богато и разнообразно. Большинство его книг наполнены уникальным юмором автора и сатирой. В мире искусства погасла одна из самых талантливых актрис – Вера Глаголева, народная артистка России. Новость о ее уходе из жизни, случившемся в Германии, шокировала поклонников и коллег. Причиной смерти стало онкологическое заболевание. Проблемы со здоровьем актрисы стали известны общественности незадолго до кончины, но она стойко и категорически отрицала их наличие. Глаголева не хотела беспокоить своих поклонников и продолжала работать. Ее творчество и внешний вид на съемках не давали повода для тревоги. 16 августа 2017 года Вера Глаголева умерла. Ей был 61 год. Болезнь приходит неожиданно, и она не выбирает ни статус, ни славу. Так случилось и с Жанной Фриске, певицей и актрисой, чья жизнь внезапно изменилась в конце 2013 года. В то время она перестала появляться на публике, и ее концерты были отменены. В январе 2014 года муж Жаны, телеведущий Дмитрий Шепелев, поделился грустной новостью. У Жаны диагностировали рак. Скрывать диагноз они не стали, и близкие знаменитости собрались в программе Андрея Малахова, чтобы рассказать о ее состоянии. Оказалось, что опухоль головного мозга четвертой стадии была обнаружена уже в июне 2013 года, почти сразу после рождения сына Платона. Семья боролась с болезнью, начав лечение в США, но стоимость медицинских процедур была огромной. Владимир Борисович, отец Жаны, обратился к неравнодушным людям, прося о помощи в оплате медицинской помощи для своей дочери. И всего за несколько дней люди собрали более 48 миллионов рублей на лечение Жаны. Летом 2014 года, после реабилитации в США, Жанна отправилась на отдых в Латвию, отметив свое 40-летие в окружении семьи. По возвращению в Россию она продолжила лечение и мечтала вернуться на сцену, как только поправится. Но, несмотря на борьбу и надежду, в марте 2015 года Жанна впала в кому и ушла из жизни 15 июня. В ноябре 2009 года Анну Самохину внезапно охватили боли в желудке, и она решила пройти гастроскопию. Перед актрисой открылась мрачная реальность. Врачи поставили ей жуткий диагноз – рак желудка в четвертой, последней стадии. Виновником этой трагедии, предположительно, стали годы сомнительных диет, которые крепко подорвали здоровье актрисы. Кроме того, Анна сталкивалась с инъекциями стволовых клеток в погоне за красотой, а также злоупотребляла курением. Самохина провела весь декабрь 2009 года и первую половину января 2010 года в клинике на Фонтанке. На этой стадии рака желудка, когда хирургическое вмешательство, бессильно ей оставалось лишь пройти химиотерапию. К сожалению, это лишь усугубило ее состояние и печень отказала. Заболевание продолжало развиваться настолько быстро, что родные не успели отправить актрису на лечение за границу. Даже эксперты из Израиля и Германии отказались от лечения, посчитав, что слишком поздно спасать жизнь Анны. 8 февраля 2010 года на 48-м году жизни Анна Самохина скончалась. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин